Добрую советскую традицию по сбору макулатуры возродили в Губкинском городском округе. За несколько месяцев воспитанники детских садов и учащиеся школ собрали около 46 тонн ненужной бумаги. Заинтересована ли в таком сотрудничестве компания ГОФРОТАРА, единственная в регионе предприятие с оборудованием для переработки больших партий макулатуры. Белгородцев, которые будут служить в элитной воинской части ВДВ, проводили с почестями в торжественной обстановке. Всего от нашего региона на службу в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения отправились 23 новобранца. Романтический настрой будущих армейцев и эмоции тех, кто обещал их ждать в новостном выпуске. В областном центре подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Белый цветок». Средства на лечение для 12 маленьких белгородцев собирали все – студенты вузов, воспитанники детского дворца творчества, преподаватели, художники, спортсмены. Сколько удалось собрать и что эти пожертвования значат для нуждающихся семей. Добрую советскую традицию по сбору макулатуры возродили в Губкинском городском округе. За несколько месяцев воспитанники детских садов и учащиеся школ собрали около 46 тонн ненужной бумаги. Заинтересована ли в таком сотрудничестве компания «Гофротара» – единственное в регионе предприятие с оборудованием для переработки больших партий макулатуры? Белгородцев, которые будут служить в элитной воинской части ВДВ, проводили с почестями в торжественной обстановке. Всего от нашего региона на службу в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения отправились 23 новобранца. Романтический настрой будущих армейцев и эмоции тех, кто обещал их ждать – в новостном выпуске. В областном центре подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Белый цветок». Средства на лечение для 12 маленьких белгородцев собирали все – студенты вузов, воспитанники детского дворца творчества, преподаватели, художники, спортсмены. Сколько удалось собрать и что эти пожертвования значат для нуждающихся семей. Субтитры создавал DimaTorzok